И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, немножечко неожиданный, наверное, таки для многих. Сегодня поговорим про праздник, который у нас уже стартует в четверг, я так понимаю, да? Или даже в среду, в среду даже, стартует этот праздник. То есть в момент выхода данного видеоролика наш праздник уже стартовал, День Танкиста. Сегодня поговорим по поводу того, что у нас вообще сделали на этот праздник. Хотелось бы мне на этот счет немножко порассуждать, поговорить, сказать, что вообще есть, да? Как бы все читать-то и так умеют, но я немножко пройдусь, да? Возможно, кто-то какие-то моменты не учел и не узнал точно и не прочитал. Ну и акцентировать внимание тоже на одном очень замечательном факторе хотелось бы мне точно. Начнем мы во всем по порядку. Скажу я вам так, что практически со всем тем, что я говорил, что будет у нас на День Танкиста, я угадал, да? По поводу скидок, по поводу всяких акций и прочей вот этой вот всякой ерунды. Это все так и есть, 50% скидки, есть у нас повышенные голды на карте с Джиггернаутом в ДМке, да? Тоже довольно неплохая, наверное, идея, только она будет с 12 по 14 число, то есть это, я так понимаю, с субботу и воскресенье, да? То есть два дня у нас будет соло Джаггер на магистрали, там будут падать золотые ящики. Что касаемо супермиссий, то здесь есть много чего интересного, не сказать, что эти миссии сложные. Есть миссии с набитием киллов на всех пушках, то есть в сумме ближней бойны, средней дальности, ближней дальности пушки, да, и большой дальности. То есть вот эти вот все пушечки по одной можно там выбирать и набивать киллы. В сумме вам надо набить 1200 киллов и за все это вы получите, если выполните все эти заданки в сумме, получите 5 ультраконтейнеров, плюс еще с каждой заданки вы получите по расходке и там в сумме тоже получается по 300 каждых припасов, плюс 100 ремки без мин. Плюс ко всему этому есть заданки с набитием очков, то есть 10к, 20к, 30к, 40к. В сумме тут тоже можно поднять довольно неплохое количество всяких интересных контейнеров, стоп-ящики, ладно, это не такая прелесть, но есть и 20 коинбоксов, есть и простые контейнеры, есть и ультраконтейнеры. Плюс есть заданка на поимку и скидывание золотых ящиков и заданка там на убийство джиггернаута, поэтому задания практически, я бы сказал бы, что не сложные, да, то есть ничего там такого сверхудивительного в них нету, все легко выполняемо, если вы играете на постоянной основе у нас в игру, ну и за исключением только, наверное, очков с очками дату типа как бы 40к, за сколько это получается 40к надо набить, 40к, 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 я даже, честно говоря, не могу найти здесь за какое время, но в общем и целом, короче, я так понимаю, на протяжении всей акции, акция у нас длится с 9 сентября, то есть с среды по воскресенье, то есть за это время набить 40к, ну в принципе, я думаю, что это не сверх так уж жестко, это по сути тебе надо в день набивать по 8000 очков, 8000 очков, это в среднем где-то полтора-два часа игры в матчмейкинге, ну в хорошем как бы темпе, не сверх напрягаясь, но и не филоми. Теперь уже переходим, друзья, к самому интересному и наболевшему, к чему я хотел вообще перейти, и к чему я вообще веду всю эту темочку, как вы знаете, у нас до конца лета были X2 Fondy и X3 Opy, и разработчики игры у нас в предыдущем видеоблоге, который я не смотрел, но который мне сказали, что там такое сказали, говорили о том, что у нас закончилось как бы лето, а фонды и опыт будут еще круче. Соответственно, я что делаю? Конечно же, я понимаю все это сразу же, к чему это все дело идет, и начинаю думать, для чего это все делать. Ну, понятное дело, что как бы, ну, онлайн падает, там все дела туда-сюда. Сегодня выходит данный анонс, и мы видим X4 Opy и все те же X2 Fondy. То есть фонды у нас не повышаются, еще больше повышается опыт. А это значит что? Это значит что? Все те игроки, которые играют на небольших званиях, будут еще больше поднимать опыт, еще быстрее его фармить и иметь еще хуже вооружение. Скажете мне, что это типа там круто там или еще что-то, я вам скажу, что ничего такого сверх крутого в этом нету для мальков, и для всех тех ребят, которые борются с эффективностью, ну, вернее, там пытаются там гоняться за нею, пытаются какие-то там супер рекорды ставить, то для них ничего такого сверх крутого в этом плане точно нет. Вот прям определенно это полнейшая шляпа для них. Но для тех ребят, которые как бы просто там на легендочках играют и за счет поднятия новых легенд получают дополнительные кристаллы и радуются этому, этих ребят я как бы могу поздравить. Но, как по мне, ничего такого сверх крутого в этом плане нету. Да, только, ну, я не знаю, если акцентировать внимание на том, что пару-тройку месяцев назад в матчмейкинге вообще не фармился опыт, а сейчас он фармится как бешеный, я не понимаю одного, да, как можно было так быстро переобуться. То есть изначально у вас получается так, что вы фармите в матчмейкинге очень-очень-очень мало опыта, а потом вы быстро переобуваетесь и по итогу через пару месяцев вы уже вместо того, чтобы фармить 100, ну ладно, там не 100, может там 200-300 опыта за катку, фармите за одну катку по 3-4 тысячи. То есть, ну вот это просто, меня это очень жестко убивает и я вообще не понимаю, для чего реально все это дело у нас игроки делают. О, вернее, не игроки, какие игроки, разработчики, что я несу. Ну и ко всему этому, то есть, как бы у нас будут теперь опыт x4, фанда x2 и на время праздника с 9 по 14 число, не включительно, ну то есть до рестарта, да, 14 числа, у нас еще в игре дополнительно будет еще x, соответственно, опыт у нас будет уже не как был x6, а будет еще x8, фанда x4, поэтому я хоза, друзья, с таким опытом. Мне даже интересно будет посмотреть, за сколько можно будет поднять одну легенду. Возможно, я даже затещу все это дело и реально посмотрим. Вот реально, мне интересно посмотреть, насколько быстро можно поднять одну легенду сейчас в игре. Если вам тоже интересно и вы хотели бы это увидеть, узнать, то можете поддержать данный видеоролик лайком, написать в комментариях, что вы думаете вообще по поводу данного дня танкиста, что вы думаете по поводу опыта, фондов. Сегодня я уж сильно жестко на агрессию выходить не буду, потому что, ну, повод, ну, есть как бы, но он такой, знаете, как бы. Можно было бы еще пожестче погореть, но сегодня какое-то у меня такое настроение, не совсем горящее и не совсем уж взрываться мне так хочется. Такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Как я уже сказал, если вам вообще заходит игровые, ой, игровые, говорю, разговорного формата видосы, поддержите его лайком, подписочкой на канал, если вам слышен задний такой фон неприятный. Извиняюсь, друзья, ну, как-то я как-то не подготовился к тому, что вот такое движение может быть, но я надеюсь на то, что оно слышно, даже если и слышно, то не сильно слышно. Всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!